Пасхальное чтение к римлянам Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Размышления, часть 1. Невероятная Божья любовь. Кремлевым, 5 глава, 6 по 8 стих. Божья любовь человечеству не поддается описанию. Павлу очень сложно высказать словами всю его величину и глубину. Мы были врагами Бога, мы Его гнева заслуживали, но Он любил нас даже тогда, когда мы были на самом дне. По природе, с вами к врагам мы относимся с пренебрежением и неприятием. Нам в голову не придет отдать своего ребенка на смерть ради них. Но мы бессильны спасти себя сами, а потому Бог по милости и благодати Своей снизошел с любовью к тем, кто был Ему врагом. Как же мы можем ответить на такую любовь, посвятить Ему свою жизнь и уповать на Него? Как вы обычно относитесь к своим врагам? Чем Божья любовь удивляет вас? Размышления, часть 2 Примиренные с Богом Римлянам, 5 глава, с 9 по 11 стих Чтобы описать новое положение верующего человека, которое стало возможным благодаря крови, пролитой Иисусом на кресте, Павел использует две концепции. Одну из области закона, а вторую из области отношений. Мы были оправданы перед Богом и примирились с Ним. И теперь мы больше не враги, но Его друзья. Благодаря этому мы имеем уверенность в своем спасении. Мы были спасены от наказания за грех, и в судный день будем избавлены от Божьего гнева. Мы ходим перед Богом в свете этой драгоценной истины. Наша уверенность и похвала кореняются в том труде, который Иисус совершил на кресте, пройдя свой путь от начала до конца. На чем сиждется ваша уверенность, как верующего человека? Как вы проживаете свои дни для Господа в свете того, что Иисус совершил для вас на кресте? Молитва Небесный Отец, благодарю Тебя за Твою невероятную любовь ко мне и за жертву Твоего Сына, Иисуса Христа. Помоги мне каждый день осознавать высокую цену моего спасения. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok